Казахстан наращивает транзитный потенциал. По указу главы государства ведется строительство дополнительных путей сразу на четырех участках. Досток Муэнте, Обводной путь в Алматы, Дарбаза-Махтарал и Бахты-Айагос. Работы ведутся при помощи современных технологий и с использованием необходимой спецтехники. Прогнозируется, что новые пути в разы увеличат грузопуток в стране и дадут толчок для экономического развития. Казахская степь уже видела подобные масштабные проекты. После завершения Великой Отечественной войны началась стройка железнодорожного участка Муэнтэшу. В ней принимал участие отец почетного железнодорожника Долитбая Есимбекова Досирей Есимбеков. Дорога, протяженностью 438 километров, шла по безводной территории Сарарки и Муэнкума. Строители всенародной стройки продемонстрировали сплоченность и самотвержный труд на благо родной страны. Вы представьте, что 1947 год, это после окончания Великой Отечественной войны, люди недоедали, одежда была плохая, инструментов не было. И вот с такой трудностью начали строить Чу-Муэнты. Так как они строили с юга, они строили до Чаганака, а вот начиная с Хантавских гор до Чаганака, везде там скалы. Очень тяжело. Если весь участок от Муэнты до 438 километров, то до Чаганака 200 километров тогда было. И вот эти скальные места приходилось вручную. Кирка, лопата. Строительство участка завершилось в 1953 году. Стальная магистраль имела огромное народно-хозяйственное значение для Казахстана. Она открыла путь к арагандинскому углю и целиному хлебу в республике Центральной Азии, соединила север и юг страны.